Очередное заседание Карельского парламента началось под знаком единства и согласия. Депутаты единодушно признали республиканский бюджет 2014 года исполненным и одобрили законопроект об ограничении розничной продажи безалкогольных энергетиков. Затем по просьбе парламентария Ивана Романова, находящегося под судом, лишили его депутатских полномочий и приняли в свои ряды нового слугу народа, известного карельского врача. ЦИК Республики Карелия постановляет передать вакантный мандат депутата ЗАГСа в районе Республики Карелия 5-го созыва Рудгаиксеру Аркадию Леонидовичу. Однако законодательная инициатива депутатов Петрозаводского городского совета об отмене прямых выборов мэра вызвала серьезную полемику среди парламентариев. Представители Единой России, ЛДПР и гражданской позиции законопроект поддержали. По их мнению, горожане, как правило, голосуют не за хороших управленцев и хозяйственников, а за хороших ораторов. Если на заводе дать возможность сотрудникам выбирать, какую, например, им платить зарплату, все сразу же себе ее повысят, завод через три месяца разорится, и все потом будут голодать. А вот наша задача, как власти, принять дальновидное решение. По мнению противников законопроекта, конституционное право петрозаводчан избирать и быть избранными должно остаться неприкосновенным. Оппозиционеры уверены, вместо отмены всенародных выборов нужно бороться за их чистоту. Только в одном округе, называется еврейская автономная округа, в Беребеджане избирается именно вот таким образом глава столицы. Мы будем вторые. Надо ли это? Хорошо ли это? В итоге 28 депутатов инициативу Петросовета поддержали, 14 высказались против. Законопроект был принят в окончательном чтении. Галина Ширшина стала последним всенародно избранным мэром Карельской столицы. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника Плюс. Продолжение следует...